Библейский портал экзегет.ру представляет 39 глава Бытия, перевод российского библейского общества, читаю его для библейского портала экзегет. 39 нас возвращает в 37, 38 была вставка, мы ее отдельно обсуждали, но вставка очень-очень осмысленная, правильная, она здесь совершенно не лишняя. Там история Иуды, который повел себя по отношению к своей невестке почти так же вероломно, как по отношению к своему брату, и так же, как он обманул своего отца, его обманула его невестка, и все-таки восстановила род Иуды, то есть у него появились дети. А Иосифа у нас продали в Египет в 37-й, и что же с ним будет дальше? Наверное, ничего хорошего. А вот, как сказать, одновременно все очень хорошее, и все очень плохое с ним происходит. Вот нет бы, Господь ему там обеспечил такое безбедное существование, да? А он ему обеспечил очень даже бедное существование, и вместе с тем его отметил. Вот как в снах. Иосифа привели в Египет, и там египтянин по имени Патифар, сановник фраона, начальник стражи, купил его из Маилтиана. Господь был с Иосифом, и удача сопутствовала ему. Иосиф жил в доме хозяина, и египтянин увидел, что Господь с Иосифом, ведь во всем, что бы Иосиф не делал, Господь ему помогал. Иосиф понравился египтянину, стал его слугой, и потом хозяин поручил Иосифа управлять домом. Иосиф отдал под его начало все, чем владел. Ну, понятно, если у того все в руках спорится, лучше пусть он все и делает. Да, вот бывают такие люди, у которых прямо успешно все. Эффективные менеджеры их сегодня называют. Тогда это называлось, Господь был с ним. С тех пор, благодаря Иосифу, благословение Господне пребывало на всем, что принадлежало египтянину, и в доме, и в поле. Все, чем владел, передал хозяин под начало Иосифу, и теперь вся забота египтянина была лишь есть да пить. Ну и хорошо, давайте на этом бы закончилась история. Иосифу продали в рабство, но он и там не пропал. И, наверное, можно здесь завершить, нет? А у нас еще столько глав про Иосифа. Зачем? Иосиф был красив и лицом, и станом. Ну и вообще, смотрите, красавчик, одновременно эффективный менеджер. Ну, прямо загляденье, в этом-то и беда. Еще он молодой, 17 лет всего. Жена господина обратила на него свои взоры и сказала, ложись со мной. Но Иосиф отказывался, ответив ей так. Господин отдал под мое начало все, чем владеет, а сам уже ни за чем в доме не смотрит. Я в этом доме распоряжаюсь с ним наравне. Нет для меня ничего запретного, кроме тебя. Ты жена его. Как же я могу сделать такое зло, так согрешить перед Богом? День за днем она его уговаривала, но Иосиф не соглашался лечь с нее. Какой контраст с Иудой в предыдущей главе? Тот шел по дороге, видит блудница с закрытым лицом. О, хочу женщину, вот и женщина, давай с ней лягу. Лег, отлично, нормально, вообще ни о чем не думают. А Иосиф человек, который, пусть он заносчивый большишка, в отличие от Иуда, который уже отец семейства такой вот взрослый, вполне, Иосиф помнит о границах. Причем его продали в рабстве, его предали собственные братья, он оказался в языческой стране, но он перед Богом эти границы очень четко ощущает. И вот однажды, когда Иосиф вошел в дом господина, чтобы выполнить свою работу, в доме никого не было. Она схватила его за одежду и опять сказала, ложись со мной. Оставив свою одежду у нее в руках, как же цепко она в него вцепилась, Иосиф бросился прочь и выбежал из дома. Она увидела, что Иосиф убежал, а его одежда у нее в руках, позвала слуг и сказала, смотрите, этого еврея привели сюда, чтобы он надругался над нами, он явился и хотел меня изнасиловать. Я закричала. Он услышал, что я кричусь за его на помощь, выскочил прочь, даже одежду свою оставил и убежал из дома. Вот она его обвиняет ровно в том, в чем сама виновата. Это очень частая история в жизни, когда обвиняют других в собственных грехах. Ну, потому что свои грехи это хорошо понятно и ясно в чем обвинять. Она держала одежду Иосифа при себе, пока не вернулся муж и повторила мужу то же самое. И велся ко мне раб еврей, ты привел его сюда, чтобы он надругался над нами. Я стала кричать и звать на помощь, а он даже одежду свою оставил и убежал из дома. Услышав рассказ жены, вот, мол, что твой раб хотел со мной сделать, господин Иосиф пришел в ярость. Он велел схватить Иосифа и бросить в тюрьму, туда, где содержались узники царя. Ну, он такой его личный узник, да, там государственные преступники, а вот Иосиф у него личный счет. Так Иосиф оказался в тюрьме. Вот самое время Иосифу отчаяться, да, и братья продали его в рабство, и господин, которому он сделал только добро, его ложно обвинил и заключил в тюрьму. Вот где же это благословение от Бога, как же его сны сбудутся? Но Господь был с ним и явил ему свою милость. Иосиф понравился начальнику тюрьмы. Тот отдал под начало Иосифу всех узников в тюрьме. Зачем ему возиться с этими узниками, грязными, вонючими, грубыми людьми? Пусть они там сами разбираются, да, и вот тут будет развлекаться, тоже есть и пить. Иосиф отвечал за все, а начальник тюрьмы мог уже ни о чем не беспокоиться, ведь Господь был с Иосифом и помогал ему во всех его делах. Баланду разливать, там оковы накладывать вовремя, колодки какие-нибудь. Хорошая такая работа, да, вот благословил его Господь, посадил в тюрьму и поставил там в тюрьме главным надзирателем. Вот это, наверное, то, о чем мечтал Иосиф, когда видел свои сны про солнце, луну, поклоняющиеся ему, не так ли? Вот смотрите, а ведь это вопрос о испытаниях Иосифа тоже. Господь с ним, но Господь не дает ему того, чего Иосиф хотел бы. Братской любви, спокойной жизни, даже пусть в рабстве, но теплого места в хорошем доме. Вот ничего он ему этому не дает, он все время дергает, проверяет и заставляет пройти через какие-то испытания. А как себя поведет Иосиф? А Иосиф терпит и сохраняет свои принципы, сохраняет вот то, как он, собственно говоря, собирался жить. Он оказывается праведным перед Богом, и, наверное, это ему поможет. И заносчивый мальчишка станет мудрым мужем, но мы до этого дойдем еще через пару-тройку глав. Продолжение следует...